Сад огород и зимняя теплица Начнем мы с того, что будем сажать анимоны Уж прямо так по очереди Сейчас обо всем будем разговаривать и растеряемся Начнем разговаривать с анимонов Анимоны это многолетние цветы На юге они зимуют, безусловно А там, где живу я, это Ярославская область Они у нас вымерзают без укрытия А если укрыть их тщательно, весной не открыть Они у нас выпривают В общем, словить этот момент очень сложно, фактически невозможно У меня есть опыт выращивания И из пакета 10 штук у меня перезимовала Несчастная одна, которая болела, чахла Так и не выжила В общем, решила я, что Зачем мне такие нужны эксперименты Больные растения Когда я могу налюбоваться этим же растением Только в кашпо Вообще, у нас зона такого рискованного земледелия И цветы в кашпо Очень многие цветы Это просто выход Вот в том числе калы и каны Вот, так что, наверное, приступим И начнем мы с того, что поговорим о том, какая нужна почва Дорогие мои друзья, почву я покупаю на оптовой базе Покупаю 10-литровые пакеты большие И, значит, она бывает очень разная Но самое главное, чтобы купить ее нейтральную Ну, не кислую почву Значит, всю почву я обрабатываю раствором фитоспорина Если просто почву перед посадкой То можно и горячим Это еще лучше фитоспорином раствора А если уже там у вас есть растюши И поверху нужно обработать фитоспорином То, конечно же, только теплым Как разводить фитоспорин? Посмотрите мое видео Которое называется фитоспорин Болезни нет Друзья мои, итак В почву я добавляю удобрение пролонгированного действия Какое оно? Какой фирмы? Не имеет значения Пролонгированного, значит, длительного действия Вот такое вот я использую Он называется бонафорте Универсальное Состав очень хороший Удобрение проверенное Растения растут просто прекрасно Значит, приблизительно на 10 литров я добавляю Одну треть 200 мл стаканчика вот такого вот пластикового Друзья мои Значит, я перемешиваю тщательно И получается, что почва у меня выглядит приблизительно вот так Не то, чтобы здесь вот прямо видно удобрение Но оно где-то попадается То есть это не Не есть вот так вот Знаете, когда в горшке просто белые вот эти вот Значит, вот удобрения Там белое удобрение Вот оно просто так и мельтешит Нет, такого нет Его, конечно, количество намного меньше нужно Вообще Перебарщивать с удобрением, конечно же, не нужно Потому что Любое вещество Перебор любого вещества Приведет к болезням как у людей, так и у растений Поэтому лучше не до, чем перья кормить Дорогие мои друзья Итак, я подготовила почву Я добавила в него удобрение пролонгированного действия И теперь, значит, я выбираю кашпо Для анимонов я выбираю вот такое кашпо Это 4-х литровое 4, даже с половиной, наверное, где-то литра Вот я подписала, что это у меня анимончики Значит, я насыпаю почвы столько, чтобы мне потом еще 3-4 примерно сантиметрика Вообще рекомендуют 5 сантиметров анимоны присыпать Но я их присыпаю примерно сантиметрика 3 Вот так вот Вот, значит, потому что дальше я их потом подмульчирую мхом Мхом с фагнуном Это вот он выглядит вот так вот Этот мох Вот видите, вот такой вот мох Это потом, чтобы не пересыхал горшок Ну, быстро не пересыхал Итак, я насыпала земли Сверху я делаю подушку из речного песка И все обрабатываю раствором фитоспорином Я уже это сделала, просто вам объясняю Значит, кстати, у меня сейчас закончился песок Вот я обнаружила, что у меня его нет И я решила, чтобы уже не срывать съемку Я посыпала туда перлит Перлит – это такое вещество вулканического происхождения Оно такое, знаете, универсального назначения Оно нужно и для того, чтобы не пересыхала земля Как бы влагу держит Но и для того, чтобы переувлажнения не было То есть он влагу забирает В общем, растюшке будет комфортно на перлите Это я точно знаю Поэтому я насыпала перлитовую подушечку Значит, вместо речного песка Потому что у меня его нет Если он у вас есть, то, конечно же, лучше он Итак, мои хорошие Анимоны я выбрала вот такие вот три колор Бывают они очень разные Они у меня, по крайней мере, были синие, белые, розовые Я не видела только желтого анимона А так вот все цвета Кстати, вот это вот у меня Значит, космея – это искусственная Очень много меня девочки спрашивают Что это, что это? Как сохранила среди зимы? Рассказываю Это искусственная красота такая Чтобы для того, чтобы вашему глазу было приятно смотреть на картинку Итак, мои друзья Вот такие вот анимончики Прямо урюк какой-то сухой, понимаете? Вот И, значит, как бы вам сказать Конечно, у него есть и точка роста У него есть и там, где корни У него есть место там, где ростки растут Но разобраться неопытному садоводу Это настолько сложно Поэтому есть очень универсальный способ посадить их Посадить их на ребро На ребро Вот не на эту шлепать И не на эту сторону шлепать А вот так вот на ребрышко Понимаете, да? Чтобы они все вот так вот воткнуть в земельку Оп, на ребре Оп, на ребре вот так вот стоит Понимаете, да? И тогда у вас без проблем зайдут все ваши анимоны Друзья мои Рекомендуют анимоны замачивать Значит, в воде Не в воде, а вот как бы в ткани Там, а кто в воде, кто как рекомендует Даже вот, значит, на упаковке Производитель пишет, что замачивайте на 12 часов Я вам хочу сказать, что, пожалуйста, будьте с этим аккуратны Я вообще не замачиваю Не замачиваю даже то, что рекомендует производитель Вот смотрите Я, чтобы не быть голословной Я сейчас взяла ранункулюсы Вот, ранункулюсы всходят все до одного Ничто не было замочено Все взошли Все, вся упаковка Вот, все благополучно Потому что мой опыт мне подсказывает Что замачивай Зайдут, не замачивай, не зайдут А иногда замоченные Сходят хуже, потому что воды им слишком много А анимончики, кстати, не очень-то и любят воду В отличие, например, от каллы Они такие любят по суше Итак, мои друзья Я показывала вам Смотрите Берем вот такую Где вперед, где зад, непонятно Ставим на ребрышко Вот так вот И я сейчас поставлю все свои анимошки На ребрышко Все 10 штучек В одну Вот в эту вот Значит, плошечку Я это сделаю почему? Потому что Эти растения 15 сантиметров Не такие уж они, скажем И велики Но покушать, кстати, любят Я вам хочу сказать Эти растения И поэтому я положила им туда удобрение Пролонгированного действия Вот посмотрите Я поставила все на ребрышко Все-все анимончики И сейчас я засыплю их землей Слоем Ну, возможно даже Возможно даже и получится Вот эти 5 сантиметров Но это будет вот такая пышненькая А когда я полью То, значит, земля немножечко так вот осядет И получится, что посажены они у меня Приблизительно где-то сантиметра на 3 будет Вот такой вот плотненькой земли Итак, я засыпаю землей Той же землей, которая у меня С удобрением пролонгированного действия Все то же самое Я чуть-чуть вот таким вот образом Прямо совсем капелюшечку Ради бога ничего не уплотняйте сильно Понимаете, я вот только слегка лишь Вот так вот слегка лишь дотронулась И теперь я поливаю анимоны Фанатизма никакого не надо Анимоны, еще раз повторяю Анимоны не любят застоя воды Это такие довольно-таки Засухоустойчивые цветочки Друзья мои Значит, теперь они у меня будут стоять В теплице в зимней Конечно же, если вы в городе То это будет где-то у вас стоять В тепленьком месте на подоконничке Ну, самое главное, вы понимаете, чтобы Когда они взойдут, у них уже должен быть свет Потому что начинается, значит, фотосинтез И у вас просто все вытянется Если это все будет стоять где-то в темноте Вот, и вы не успеете Это все вытянется и будет, ну, как бы Это отразится Отразится и на декоративности И на цветении Я полила все Вот он у меня такой довольно-таки тяжеленький И теперь я вот так вот закрою это все полиэтиленом И сделаю вот такой вот им парничок Вот так вот с помощью, наверное, резиночки Я сейчас сделаю парничок Все, друзья И теперь я буду ждать всходов Я буду, самое главное, заглядывать туда Значит, есть ли всходы или нет И в дальнейшем, когда они взойдут Я поливы буду проверять пальчиком вовнутрь То есть я не буду смотреть, как бы корочка образовалась Или нет Я буду пальчиком вовнутрь щупать Есть ли там влага или нет И если она есть, ни в коем случае не буду поливать А буду поливать их только тогда Когда они у меня полностью-полностью все засохнут Так, мои дорогие друзья Высаживать их в открытый грунт я не буду Они у меня будут жить именно в кашпо Если им будет мало удобрения Я увижу это месяца через два или через три И что уже пора подкармливать Это будет видно, потому что листва может такая стать Светлая такая у них Или что-то еще по каким-то другим причинам Я увижу Но, как правило, этого удобрения им вполне себе хватает Вот Значит, цвести они у меня начнут Приблизительно месяца через два Значит, цветут они очень обильно Очень продолжительно Очень долго, если не пересушивать это кашпо Вот, можно это кашпо потом перевалочкой посадить в открытый грунт Если вы хотите Тоже раннего цветения, как вариант Друзья мои И дальше я заберу это кашпо, конечно же, домой Значит, я просто буду прекращать поливы Я увижу, что цветение закончится Я их срежу Я постепенно прекращу поливы Прямо в почве их высушу-просушу А потом я их разберу все И буду хранить их Значит, приблизительно там В нескольких слоях газеты В бумажном пакете В прохладных условиях Друзья мои С анемонами, наверное, все понятно И все разобрались Теперь будем разговаривать мы про калы Калы Это белокрыльник Значит, я сейчас вам вставлю и покажу Какие сорта я выбрала в магазине У меня в одном горшочке Вот в этом будет три сорта посажено Да, вы думаете тесно? А они любят тесный горшок Итак, друзья, посмотрите, какие сорта Мои хорошие Значит, вот так вот выглядят Значит, луковички Калы Луковички Луковички-корневищечки Вот так вот они выглядят Вот они И у них уже явно видно У них вот такая попочка Она такая округлая А значит, вот там, где росточки Более площадок И росточки на них уже видно Прямо задаточки Видно все задаточки Вот посмотрите внимательно Сейчас я вам покажу Вот, видите? Их уже очень сильно видно Поэтому скалами, конечно, очень-очень легко Если вдруг по какой-то причине Вы сидите и просто, ну, говорите Ну, не понимаю, ну, не вижу никакого ростка Опять же сажайте вот так вот на попа И вы не ошибетесь Все, они сами там все сделают И откуда надо выпустят И как надо корни запустят Если вы не чувствуете, что вы не можете понять Сажайте на попа А так, конечно, у них видно У них видно прямо вот у росточки Как будто бы вот у гладиолусика Понимаете? Вот они так вот и прорываются Итак, мои дорогие друзья В один горшок я буду сажать три сорта И все это у меня будет жить в кашпо Я также насыпала земли Но в случае с калами Калы любят, когда их засыпают землей Очень хорошо и основательно Я буду засыпать приблизительно 15 сантиметров Поэтому земли у меня приблизительно 10 сантиметров Вот так вот 10 И также я сделала подушку Земля та же самая С пролонгированным удобрением Я также сделала подушку из перлита Если у вас есть речной песок Сделайте из речного песка Я поставила туда свои, значит, калы Калы И теперь засыпаю их слоем земли Вот прямо до верха Я буду засыпать вот так вот до верха Вот они у меня там сидят Вот Дорогие мои друзья Калы, в отличие от анемонов Они любят влагу И им, значит, они вот возле воды любят расти То есть они любят, вот когда у них очень много влаги в почве Поэтому их мы будем с вами поливать очень обильно Вот И еще Калы, они все-таки любят слабокислую почву А у меня здесь почва нейтральная И я знаю, до какой степени они любят Как они реагируют, вот когда им подкисливаешь эту почву Но, значит, я уж У меня даже, вот понимаете, у меня торфа даже нет Чтобы ее закислить, там подкислить И что я буду делать? Когда они у меня взойдут Я буду им в воду добавлять Несколько кристалликов лимонной кислоты Это мой такой маленький секретик При которых, значит, гортензии Беконии, значит, калы Все, что любят слабокислую почву Они начинают балдеть И говорить мне спасибо обильным цветением и красивым кустом Дорогие мои, я посадила Вот, я засыпала полностью наши калы И теперь я проливаю это все Опять же фитоспорином И проливаю это конкретно и основательно Потому что калы любят увлажненную почву Дорогие мои друзья Сейчас я достану еще Не хватило немножко Значит, калы Растение ядовитое Поэтому, если у вас есть маленькие дети Если у вас есть зверюги, которые дерут растения То лучше, конечно, вы этот цветочек оставьте в покое И что-то другое сажайте Потому что кала растение ядовитое И, значит, лекарственное И, значит, не нужно-то, наверное, тогда испытывать судьбу И, значит, его сажать у себя Если у вас есть хоть какие-то там угрозы того Что кто-то может его схрупать Вот, растет оно в полутени Прекрасно себя чувствует И на солнышке неплохо растет Значит, я его буду культивировать каким образом? Вот таким же образом буду Все, он у меня будет находиться вот в этом кашпо А далее, когда, значит, уже будет осень И будет холодно Я заберу его домой Я также прекращу поливы постепенно И также дам период отдыхать Засушу Достану эти, значит, корневища Сохраню их до следующего года И пересажу Иногда, иногда я оставляю их в горшке Как, например, глоксини оставляю И они, отдохнув, вылезают вновь на следующий год Как вариант тоже таким образом можно Итак, мои друзья Перед посадкой я клубни не замачиваю Как вы уже поняли Никакие, вообще никакие Ни георгины, ничего, ничто Потому что без замачивания Все прекрасно сходит Я вам сейчас показала На примене ранункулюсов Как-то осьминожки такие Сушенные Уж казалось бы, такая сухота Но я вам просто говорю Что нет смысла никакого Потому что в воды они наберутся Понимаете? Сок полейте, только горшок И все, они наберутся Итак, друзья С калами мы тоже с вами разобрались Уход тоже Какой теперь уход? Питание есть Там сухого корма я насыпала Его им надолго хватит Самое главное Буду контролировать поливы Потому что кала, повторяюсь Любит водичку И она любит очень попить Теперь, друзья мои Мы с вами поговорим про калу Кала Вот на видео, которого я вам показывала Там тоже была, значит Кала, она, значит Такая желто-красного Такого цвета Высотой приблизительно Это будет, значит Сорок-пятьдесят сантиметров Это, значит Канна Уже канна Вот Значит, смотрите Как выглядит вот такое вот Значит, корневище И с ним уже более-менее Все понятно Смотрите Сейчас покажу Хотя вроде бы есть Смотрите И здесь корень И тут корень И там корни Куда? Чего? Да? Вот это вот сажать Куда вот такого лешего Нам посадить? Смотрите, что я вам хочу сказать Они подсказывают Вот видите, росток А внизу вот уже пошли корешочки Вот здесь тоже Смотрите Вот, видите, корешочки А вот здесь вот уже пошел росток Конечно, корешочками я поставлю Вот так его Он мне сам подсказывает Куда корешочки он пускает Поэтому я вот таким вот образом Если у вас нету ни одного Значит, ни одного там пророщенного какого-то Ничего вы не видите И вы видите Только крепкое Только если у вас трухлят И вы уже все Не сажайте Ничего не будет Самое главное Чтобы они скрепкие Вот такие вот светлые Где-то даже задаточек Может быть Вот такой вот должен быть Росточка Не обязательно корешочки Ничего страшного Что если их нету Вот, значит То вы, значит Конечно же Можете посадить Каким угодно образом Хоть так Хоть так Хоть так Все равно росток пойдет кверху И корни все равно укоренятся Я сажаю вот так на корешочки поставлю Вот и вот у меня получается Здесь росток И вот тут росток Земли я добавила Приблизительно сантиметров 10 Вот столько Почти пол горшка я добавила Я посыпала туда перлит На перлит я устанавливаю Я пролила все фитоспорином Обработала землю Теперь я ставлю нашу канну Канна, конечно Очень красивый куст Это невероятно И, кстати, их можно выращивать Даже как комнатные растения Но эти канны Не обязательно как садовые И я теперь засыпаю это все Землей Засыпать я буду Приблизительно слоем 10 сантиметров Чуть-чуть даже поменьше Наверное, не 10 Поменьше Так, мои дорогие Я засыпала И теперь я Поливаю это все Фитоспорином сверху Там у меня Половина горшочка Уже обработана Фитоспорином А теперь я Сверху Опять их обрабатываю Получается, что И корневище мое Тоже Все обработано Фитоспорином будет И сейчас Немножечко не хватило Да, полью Так Каким же образом Я буду это культивировать Канна Любит место солнечное Растение Это южное У нас оно не зимует Еще раз повторяюсь Можно потом Этот горшок Перевалкой В открытый грунт Но потом Это растение Нужно будет Также осенью забирать Я все полила Мои хорошие Я все подписала Что это канна Вот И теперь я буду Ждать всходов И значит Уход будет Мой такой Просто буду Контролировать Поливы Контролировать Поливы И значит Любоваться Цветением А значит Когда Наступит уже Холодный период Я занесу ее В дом Она еще будет Какое-то время В доме у меня Цвести А у канны Есть период Покоя Он приблизительно Длится два месяца В этот период Покоя Нужно срезать Растение Оставить Приблизительно Сантиметров 10-15 Может быть Вот такие Ну как бы Растюши И значит Прекращать Нужно поливы Это растение Отдыхает И поставить Его в этот момент В период Отдыха Нужно Приблизительно В помещении 10-15 градусов То есть В прохладных Условиях Он все-таки Хранится Вот Или же Просто Так же Высушиваем Все это дело Тоже Вынимаем С комом земли Там Высушиваем Прямо с землей Потом Значит Мы это все Разбираем И уже Корневища Храним мы Также В слоях Бумажных Или же В какой-то Значит Или же В опилках Или же Например В вермикулите Но это Дороговато Получается Наверное Все-таки В опилках Или в торфе Вот так Вот это будет Подешевле Вот И храним их Тоже В прохладных Условиях Например В холодильнике Там Где фрукты Лежат Или в подвале Или что там У вас Какая-то Воскокладовка Там есть В общем Друзья мои Значит Хранение Это очень У них Меж собой У всех Похожие Если Это было Видео Вам полезно А я Заканчиваю То поставьте Лайки И подписывайтесь На мой канал Жмите колокольчик Чтобы самыми Первыми Получать Уведомления О выходе Новых роликов И Задавайте Свои вопросы В комментариях Вон там Вот внизу И Смотрите Мои следующие Видео Про сад Про огород Про зимнюю Теплицу Про рассаду Про природное Земледелие Да и про жизнь За городом Вообще Берегите себя Всем любви И счастья Пока Пока